Оттепель в России спровоцировала массовый сход лавин с крыши козырьков зданий. Число жертв из-за сюрпризов погоды растет по всей стране. Пополнить список жертв мог бы и вчерашний случай, произошедший в Наринмаре. Снежная лавина чуть не обрушилась на посетителей торгового центра Лид-Сити. Кто виноват в случившемся каприза погоды или человеческая халатность, попыталась выяснить наша съемочная группа. Падающий снег с крыши торгового комплекса вызвал общественный резонанс. Лавина с крыши Лид-Сити обрушилась накануне вечером около 17.30 в час пик, когда люди возвращаются с работы. Мамочки и папочки, девушки и парни, бабушки и дедушки, в общем, все будьте осторожны. С крыши снег падает. Смотрите, пожалуйста, наверх. Сегодня в 17.30 я с коляской шла по тротуару, где магазин Лид-Сити. Там шли еще люди с детьми. Внезапно начал падать снег. Лавина сошла с крыши. Хорошо, все успели отскочить. Коляску немного развернула только. Будьте аккуратны. Такого страха я еще не испытывала. Если б на 5 секунд позже прошла, то меня бы завалило. Падающий снег с ног сбивал, когда я бежала. Ух, такой страх и шок испытала. Люди, смотрите наверх. Мария, аналогично. Если бы я не задержалась на переходе, то нас бы завалило с ребенком. По закону уборка снега и льда в торгово-развлекательных центрах ответственность собственников здания. Это четко регламентируется в правилах по благоустройству города. 1 июня 2015 года. Новые свежие правила. Если вы заглянете в консультант, они называются «Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МОО «Городской округу» РТН-МАР». Управляющий торговым центром «Элит-Сити» свои обязанности знает, но не спешит исправить ситуацию, ссылаясь на занятость. Вчера был инцидент, связанный с вашим торговым центром, и люди чуть не получили травму из-за схода снега. Скажите, пожалуйста, почему снег у вас не убирается? Сегодня должны были убрать. А вот когда подъехал, там машина, сейчас невозможно убрать. А с этой, с крыши я сегодня вечером все разберусь. В самом деле очень много дела. А почему вообще такая ситуация возникла? Вы же, наверное, вчера утром можно было это все убрать, да? Потому что эти глыбы свисали. Почему вы деньги, получается, с людей имеете, да, а ответственности никакой? Почему нет ответственности? У меня личные трактора заняты просто. Они по расписанию работают. Я же их тоже не могу напрягать. А в какое они время у вас работают? Они, ну, это самое, с 6 утра должны были работать. С 6 утра вчера? Почему вчера они не убрали с 6 утра? Ну, у него это самое, не получилось. Не получилось вовремя убрать снег и у других владельцев торговых центров. А вот сотрудники некоторых управляющих компаний в этом году сработали оперативно. Хотя желающих работать на опасной для жизни высоте с раннего утра до темноты в Наринмаре очень мало. Занятых именно на очистке крови, да, вот про это, ну, вообще двое всего лишь. То есть это люди с допусками, ну, что поделать, да, то есть мы тоже, я говорю еще раз, работа, это она, ну, притом они совмещают. То есть это не люди, да, которые персонально под эту категорию работ наляты. А сколько домов, получается, у нас получается вот именно таких, которые требуют вот именно ухода по уборке снега, порядка, ну, на 2 организации, порядка 12, я полагаю. Здесь, во-первых, мало желающих. В прошлом году, вот у меня, ну, столкнулся с такой проблемой, у нас на территории города работал только Наринмарстроя в этом плане, и они очень, очень дорогие. Поэтому вот я вот в этом году свои, как бы, подучил, купил оборудование, там, снаряжение, там, и так далее. Вот, то есть даже вот в прошлом, ну, опять же, да, прошлый год, в этом году мы подготовлены уже. То есть, по сравнению, что было в прошлом году, такого не повторится, скорее всего, то есть там была авральная ситуация, там, по семиэтажным домам и так далее. То есть, в этом году есть люди, есть график, есть понимание, как это все будет произойти, в какие сроки. Но даже если снег с крыши вашего дома убрали, в округе есть множество опасных зданий, где чистку кровли не проводили. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. В целях безопасности лучше держаться от зданий подальше. Обращайте внимание на огражденные территории возле домов и офисов. По ним передвигаться опасно. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и смотреть, что там случилось. Скорее всего, это сход снега с крыши или падение ледяной глыбы. Бежать от здания тоже не следует. Разлет подобной лавины порой доходит до нескольких метров. Лучше всего, как можно быстрее и ближе прижаться к стене. Козырек крыши послужит укрытием. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал Север.